Необходимость демонтажа. В Бобруйске снесут хирургический корпус больницы скорой медицинской помощи имени Марзона. Нам заезжают подрядчики для подготовительных работ. Что появится на месте старого здания. Тайники смерти. В Могилёве задержаны ртовые закладчики. У них обнаружено более 200 грамм психотропов. Сколько лет за решёткой проведут продавцы дури? Лёд и пламя. Динамошинник принимал Московскую Красную Армию. Два периода было вроде бы неплохо. С каким счётом завершился поединок? А также подъём экономики, увеличение зарплат и станет лучше, чем было. Правительство поручило привести в порядок сельхозтехнику. Куда пойдут комбайны после апгрейда? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Белорусского общества охотников и рыболовов. Одной из тем стало предложение регулирования краснокнижных животных и птиц. Президент отметил вопрос супергосударственный и важный для имиджа страны. Также не обошло стороной обсуждение изменения законодательства по обороту оружия и боеприпасов и организации производства патронов. Насколько я понимаю, Игорь Анатольевич, вы инициировали этот разговор в связи с тем, что принятое решение в правительстве не совсем то, что хотело бы общество. Хорошо, значит, мы рассмотрим эти все вопросы, ну и постараемся так на государственном уровне, без ведомства, как-то всегда у нас было, когда министром работали, вы же понимаете. Есть государственные интересы, есть интересы личные, есть интересы общества. Но надо сделать разумно так, как это лучше для государства и для людей, которые у нас сегодня состоят в нашей организации. Поэтому я готов к этому разговору и мы готовы обсудить все те вопросы, которые поставлены. Я смотрю, вот мне представили перечень вопросов. Главе государства первому вручили на УХАУ почетный знак за трофейную охоту «Великая белорусская пятерка». В него входят лось, олень, косуля, волк и кабан. Главная задача – популяризация такого рода деятельности. Привлечение иностранных охотников и создание конкурентных условий. Двое из ларца бобруйчане делали закладки в Могилеве. 25-летний парень и 24-летняя девушка, оба ранее судимые, работали курьерами на виртуальный наркошоп. Крупные партии товара они делили на более мелкие в съемной квартире областного центра. Раскладывали на территорию Могилева. При очередной закладке в городе они были задержаны. При себе у них обнаружено более 200 грамм психотропов. Возбуждены уголовные дела за сбыт наркотиков в составе организованной группы. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Подготовка к зиме, большие выплаты и недешевая покупка. Часы погибшего на «Титанике» белоруса продали на аукционе. Сколько стоит владение историей? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. За 9 месяцев текущего года экономика республики выросла на 103,5%. На лидирующих позициях остаются промышленность, торговля и строительство. С 2022-го экспорт ориентирован на рынки дружественных стран. Продолжается рост доходов. Также уровень инфляции сейчас самый низкий за всю историю Беларуси. С 1 января базовая ставка работников бюджетного сектора увеличится до 250 рублей. За 9 месяцев 2023-го она выросла на более чем 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам правительства, среднемесячные выплаты в 2024-м будут 2087, в бюджетной сфере – 1634. Также фонд оплаты труда поднялся до 26 миллиардов. К 1 декабря белорусы должны установить зимние шины. За несоблюдение предписаний следует штраф в размере одной базовой. При повторном нарушении – от 74 до 185 рублей соответственно. Также рекомендовано пересмотреть манеру вождения, аккуратно перестраиваться из полосы в полосу и быть более внимательным на дорогах. По поручению правительства в организациях приводят в порядок сельхозтехнику. Ее готовность определяет темпы качества всей уборочной и посевной кампании. Речь о вторичном рынке машин. Поддержанные тракторы или комбайны больше не списывают. За небольшие деньги продают агросервисам. Там их ремонтируют и снова выставляют на продажу. Цена при этом на порядок ниже, чем на заводе. Так агрегаты получают вторую жизнь. Часы погибшего на «Титанике» белоруса продали на аукционе за 199 тысяч долларов. Перед торгами аксессуар оценивался в диапазоне от 61 до 98. Он принадлежал 34-летнему эмигранту из Витебска. В 1912-м мужчина вместе с женой отправился в Америку. Там они планировали жить и изучать медицину. На встречу новой медицине в Бобруйске снесут хирургический корпус больницы скорой помощи имени Марзона. Обсуждение дальнейшей судьбы четырехэтажного здания стало темой рабочего визита председателя Могилевского облсполкома. На месте старого корпуса будет построен новый. По проекту предусмотрено 8 рабочих этажей с современным оборудованием. Объект – один из ключевых в области, на который выделяются финансы. На следующей неделе к нам заезжают подрядчики для подготовительных работ. И по проекту организации строительства демонтаж старого хирургического корпуса у нас начнется с середины ноября до конца января следующего года. Пока у нас все складывается. Есть заказчик, есть подрядчик, есть финансовые средства. То есть сегодня надо ускоряться, сегодня надо быстро делать. Хирургический корпус построен в 1972-м. Тогда он был главным. Помимо нескольких отделений здесь работала и администрация учреждения. Но время стремительно идет вперед. Технологии развиваются, и здание нуждается в апгрейде, который позволит быстро и качественно оказывать медицинскую помощь. Министерство продлило действия социальных скидок до конца 2023-го. Уязвимые слои населения могут приобрести определенные группы товаров с ольготой в 10%. Впервые такое нововведение стартовало в прошлом году. Благодаря инициативе тысячи белорусов имеют возможность улучшить качество своей жизни. Подробности у Юлии Вернер. Не секрет, в последнее время цены растут во всем мире. Страны по-разному на это реагируют. В Беларуси по-прежнему действует социальная скидка в 10%. Воспользоваться дисконтом могут пенсионеры, инвалиды, многодетные, малообеспеченные, а также те, кто получает ежемесячное пособие. Это практически треть белорусов. Ее получить можно, придя к нам в магазин, обратиться к старшему кассиру, взять с собой документы, если это пенсионер, свой пенсионный и паспорт. Если это многодетная семья, необходимо также паспорт и свидетельство, что это многодетная семья. Либо инвалиды, либо отечественные войны. Спрос рождает предложение. Соглашение подписали более десятка торговых сетей. Не исключено, что список неравнодушных еще пополнится. Такие крупные ритейлеры, как Евроопт, Санта, Алми, Копеечка не остались в стороне. За время действия договора нуждающимся покупателям выдано более полутора миллиона дисконтных карт. Размер общей скидки превысил 41 миллион. Для меня, например, важно, потому что я пенсионер, для меня это, конечно, тоже деньги. Ну, во всем. Все, что покупаю, только со скидкой получается в основном. Конечно, экономия. Ну, вот каждый раз покупаю что-то где-то рубль, около двух даже бывает, что вот сыр, масло, молоко, и получается где-то около двух рублей даже скидка, полтора рубля. Конечно, выгодно. Список всего необходимого довольно внушительный. Мясные изделия, яйца, мука, молочная продукция, различные крупы, макароны, овощи и фрукты. Сюда же входит и детское питание. Важный нюанс – сумма покупок в чеке одной сети не должна превышать размера бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день эта цифра почти 368 рублей. На распродаже социальная скидка также не распространяется. Чаще всего берут крупы, молочную продукцию, овощи, яйцо. Хорошая помощь государству, семьям, которые социально уязвимы. Своего рода госпрограмма лояльности за все время существования показала отличные результаты. А это значит, велика вероятность закрепления ее на постоянной основе в торговых сетях. Для белорусов это хороший знак. Такая забота государства помогает жителям республики спокойно жить и не переживать о завтрашнем дне. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Домашняя встреча на льду. Динамо Шинник принимал Московскую Красную Армию. Команда из России представляет золотой дивизион Запада МХЛ. В копилке Динамо Шинник сейчас 25 баллов и пятое место в серебряном дивизионе Западной конференции. До 45-й минуты матча Бобры лидировали со счетом 2-1. Авторы голов Дмитрий Тукач и Мирослав Михалев. Однако в третьем периоде ход игры резко поменялся и в домашние ворота прилетело сразу 4 шайбы. Два периода было вроде бы неплохо. Как бы и хорошие моменты были. В зоне атаки контролировали шайбу. Двигали ее. Вели в счете. Ну, на третьем сами видели, что вышли. Потеряли концентрацию. То есть два раза мы отбросились от шайбы. Вроде стараемся, работаем, но где-то даем слабину. И вот так вот матчи наши проходят. Вроде игра более-менее равна, но момент такой. Один происходит и игра переходит не в наше русло. Впереди еще 8 матчей на Бобруске арене. Следующий поединок пройдет 14 ноября в 16.30. Динамо Шинник встретится с одной из лучших команд молодежной лиги Череповецким Алмазом. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!